В отзывах к предыдущему видео у меня сказали, что я неправильно использую чат ГПТ. С ним надо общаться не в виде гугл-запросов, а вести диалог. Ну, давайте я попробую повести с ним какой-то диалог. Давайте сначала спросим, что Вернер Гезенберг говорил по поводу интерпретации волновой функции в своих статьях, книгах и интервью. Вернер Гезенберг был одним из основателей квантовой механики и внёс значительный вклад в её развитие. В своих работах интервью он говорил о том, что волновая функция не может быть интерпретирована как вероятностная величина, а должна рассматриваться как математическое описание состояний частицы. В частности, в своей статье «Quantum Mechanics and Physical Reality», опубликованной в журнале Physics Today, в 1951 году Гезенберг писал, «Квантовая механика не может предоставить нам полное описание физической реальности, она даёт только описание результатов наших измерений». Интерпретация волновой функции не может быть сведена к простой вероятностной интерпретации. Она должна рассматриваться как математическое описание состояния системы. Также Гезенберг утверждал, что наше понимание физической реальности должно быть основано на экспериментальных данных, а не на наших интуитивных представлениях о том, как должен вести себя мир. Давайте спросим, но отражает ли волновая функция физическую реальность? Её можно измерить, как, например, можно измерить величину электрического поля? Волновая функция является математической конструкцией, которая описывает состояние квантовой системы и позволяет предсказывать результаты измерений. Эта функция не отражает прямо физическую реальность, но через неё мы можем получить информацию о свойствах частиц, таких как положение, импульс, спин и т.д. Волновая функция сама по себе не может быть измерена напрямую, но с её помощью можно вычислить вероятности измерения различных величин, таких как энергия, угловой момент и другие. Таким образом, измерение волновой функции происходит не напрямую, а через измерение соответствующих физических величин. Также стоит отметить, что волновая функция не является классическим полем, как, например, электрическое поле. Волновая функция описывает вероятность и нахождение частиц в определённых состояниях, а не распределение поля в пространство. Но есть ли что-то в квантовой механике, что описывает объективную реальность? В квантовой механике существует такое понятие, как состояние системы, которое может быть описано волновой функцией. Состояние системы определяет вероятность измерения различных физических величин, таких как энергия, импульс, угловой момент и т.д. Таким образом, состояние системы является объективной реальностью в квантовой механике. Однако интерпретация состояния системы и его связи с физической реальностью всё ещё является предметом научного спора и дискуссии. Например, есть различные точки зрения на то, как интерпретировать коллапс волновой функции процесс, при котором измерение изменяет состояние системы. Также стоит отметить, что сама квантовая механика не утверждает, что она полностью описывает всю физическую реальность. Она применима только в рамках своей области применения, которая ограничивается масштабами квантовых объектов и процессов. Для описания макроскопических объектов, таких как столы, люди и т.д. необходимо использовать классическую механику. Если состояние системы является объективной реальностью, то почему мы не можем его измерить? Если квантовая механика не полностью описывает физическую реальность, то тогда что её описывает? Состояние системы в квантовой механике можно измерить, но не напрямую. При измерении какой-либо физической величины, например, положения частицы, система схлопывается в одно из возможных состояний, определённых волновой функции. Таким образом, измерение изменяет состояние системы, и после измерения мы уже не можем точно предсказать результат следующего измерения. Кроме того, в квантовой механике существует такое понятие, как неопределённость или нечёткость. Принцип, который говорит о том, что некоторые пары физических величин не могут быть точно измерены одновременно. Например, положение и импульс частицы не могут быть измерены одновременно с произвольной точностью. Это связано с особенностями квантовой механики и отличает её от классической механики. По поводу второго вопроса, квантовая механика описывает свойства и поведение квантовых систем, таких как атомы, молекулы, элементарные частицы. Она также имеет широкое применение в технологических и научных областях, таких как квантовые компьютеры, квантовая криптография, физика конденсированного состояния и другие. Состояние системы в квантовой механике можно измерить, но не напрямую. При измерении какой-либо физической величины система схлопывается. Как именно можно измерить состояние системы, пусть даже и не напрямую? Приведи примеры. В квантовой механике состояния системы описывается волновой функцией, которая может быть использована для предсказания вероятности измерения различных физических величин. Эти вероятности могут быть измерены путём проведения серии экспериментов. Например, рассмотрим простую квантовую систему электронного атома водорода. Волновая функция этой системы зависит от трёх переменных. Радиус-вектор электрона, определяющего его положение, угла θ и угла φ, определяющих его направление. Волновая функция для основного состояния системы имеет вид... Ну, обалдеть, он даже о латах знает. Здесь расстояние от ядра до электрона. Боровский радиус. Для определения вероятности нахождения электрона в конкретной области пространства можно провести серию измерений и подсчитать число случаев, когда электрон оказался в этой области. Например, для определения вероятности нахождения электрона вокруг ядра можно провести серию измерений его расстояния от ядра и построить гистограмму распределения вероятностей. Таким образом, измерение состояния квантовой системы может быть произведено путём измерения соответствующих физических величин и подсчёта вероятности. Однако стоит отметить, что результаты таких измерений обладают неопределённостью, связанной с принципом неопределённости в квантовой механике. Может быть использовано для предсказания вероятности измерения различных физических величин. Эти вероятности могут быть измерены путём проведения серии экспериментов. Ну ладно. Так могут быть измерены вероятности, а не волновая функция. Получается, саму волновую функцию измерить всё же нельзя. Да, вы правы, волновая функция сама по себе не может быть измерена напрямую, так как она является математическим объектом и не имеет физической интерпретации. Однако волновая функция позволяет предсказывать вероятности измерения различных физических величин. В квантовой механике мы можем измерить только физические величины, такие как энергия, импульс, спины и т.д., а не саму волновую функцию. При измерении система склопывается в одно из возможных состояний определённых волновой функции. Таким образом мы можем измерить только вероятности нахождения системы в различных состояниях, которые определяются волновой функцией. Аналогично в примере с атомом водорода, упомянутым ранее, мы не можем измерить волновую функцию напрямую, но мы можем проводить эксперименты для измерения радиуса или распределения вероятности нахождения электрона вокруг ядра, который определяется волновой функцией. Таким образом волновая функция используется в квантовой механике для предсказания вероятности измерения физических величин, но сама по себе не является непосредственно измеряемым объектом. Результат измерений – это физическая величина, описывающая физическую реальность. Получается, до измерения физической объективной реальности не существует, согласно квантовой механике. Да, в квантовой механике результат измерения физической величины является объективной реальностью, определяющей состояние системы после измерения. До проведения измерения мы можем говорить только о вероятностных ожиданиях значения физических величин, которые определяются волновой функцией. Это связано с тем, что в квантовой механике состояние системы не имеет определенного значения некоторых физических величин до их измерения. Вместо этого система находится в суперпозиции различных состояний, каждый из которых имеет свою вероятность быть обнаруженным при измерении. После измерения система коллапсирует в одно из возможных состояний, и в этом состоянии она становится объективной реальностью. Таким образом, можно сказать, что в квантовой механике физическая реальность определяется результатами измерений, а не состоянием системы до измерения. То есть объективной, единой для всех объективной реальности не существует? Ну, на этом моменте меня прервали, я поэтому запись приостановил. В общем, продолжение этого ролика смотрите на Boosty. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!